ассалам алейкум я только блин начала ребят спать уже уснула практически вам такая ты же хотела ну в общем вы хотели с ней плов сделать это короче давайте поплав делать а я короче заснула пусть и завтра что надо все за меня нарезала и теперь буду лишь только продолжать делать да кстати я хочу поменять эту клеенку но он говорит и полегче и просто перевернуть туда и все ну типа как бы так не знаю да вон там масло у нас я опять обтирала газ ведь потому что пипец то вода пролезет а это то то вот они купили короче новые губки общего огромный плюс потому что мне надо обтирать вот эту все время фигню от грязи но не просто раздражает вот уже шкварчит шкварчит да в общем постирали вот эти все платья в которых я танцую на трансляции потому что они жутко все проваляли честно реально в меня так танцую все и вот у меня еще стирается то всякие кофты и все остальное опыт очень я подметала пол там все подметала опять потому что много пыли я недавно села мыло но в общем вот в общем сейчас будем сами обжаривать лук ну в общем это все мы помешиваем потом через 10 минут мы уже добавляем вот это вот вот пока ответьте он начинает применится и потом добавляем уже вот это очень вот нужно ты-то постирать я вот этой кофте уже буду ходить как раз вообще мне понравилось если что у меня для трансляции лежит мне еще понравилось очень кофточка 1 даже не 1 их много не там по 400 такие знаете ну хорошие цены вот на сайте еще очень сделала короче это такая розочка но эти штучки меня короче плохо получились потому что огурцы короче вот такие вот и еще я учусь в в общем ночью как-то так она розочка вроде получилось мне кажется розочка вроде получилось а вот наша погода за окном ну практически так ветрено самом деле у нас очень сильно холодно сегодня купили скотч малярный мама заклеивала нижнюю часть у нас в комнате я вам потом покажу реально у нас очень сильно холодно просто не приходится ванне аж ноги греть вот так холодно видите какой ветер теперь положили мясо ну в общем тут у нас уже вот так вот и сейчас будем выкладывать морковь все морковь я выложила вот пока что так у нас с вами выходит вот такая мнямка пачку выводишь сюда и еще 2 пачки ммм там A а а теперь주세요 пойдем это все промывать ну все ребят рис промыли вот и тут у нас вот такая вот штучка в общем делается вот так нам короче люси сытут на этот на эту часть вот не где-то там это она сыт постоянно вот здесь где этот в этом углу и то есть как бы это все впитывается но плюс того то что как будто это пятно можешь ну вытереть и она не будет так впитываться как бы я имею ввиду само пятно чтобы не было видно а сам запах естественно он остается и ты лежишь и это все как бы ну капец и вот эту вот штуку постоянно стирать тоже блин раздражает ну конечно нет это не я стираю но все-таки знаете на на тяжелая и на еще сохнет и все ждать поэтому не знаю даже а насчет этого дивана ребят вот анти коготь в кавычках как бы ничего не меняется но я скажу что это ткань там это все намного сильнее естественно мощнее то есть видите они тут царапают но держится по сравнению с нашей кроватью хотя на той стороне абсолютно другая история вот посмотрите видите анти коготь да ребят да это когда нам в магазине говорили уверяли то что нет что вот пожалуйста своим когтем поцарапайте ну блин да конечно смех человеческий коготь или коготь на шалюси блин ну чё нажму с монстр ну реально смотрите и тут все у нас короче осталось лишь только ткань такая и там еще ткань осталось но я ложу сюда телефон ну как бы когда он заряжается просто сюда я уложу и все вы высыпали рис можно было конечно больше высыпать риса значит мы пожадничьи высыпали малого риса залили водой немножко закрыли крышкой закрываем крышкой и теперь будем ждать рис на готовности вот такой вот пловик ну чё ребят всем доброе утро осень 26 утра так то мы устали раньше я просто хотела вам кое-что показать вот то что купили скотч вот он и тут уже вот так вот все сделано и мы также будем делать в той комнате где мы трансляции снимаем вот поэтому как видите вот ну если сказать точно ребят тепла я не ощущаю вообще никакого у нас короче тупо дует с той стороны прям руку подставляешь так как там как вентиляция пол весь холодный из подвала дует очень ужас в общем я уже сделала зарядку и вот такую вот такой салатик сейчас я буду кушать так что всем кто есть приятного аппетита пожелайте приятного аппетита мне не будет вдвойне приятно так что вот такая у меня мочка честно сказать я вообще ненавижу соль таких салатах и майонез я прямо сейчас я не чувствую как вам не посадила а я ненавижу соль это именно вот ну для меня как бы если это овощ то это овощ как бы его не нужно не пересаливать не портить типа он уже так есть как бы я не привыкла даже и вот яйца там типа там солить там что-то вот и есть я тоже не привыкла мне реально это раздражает и не знаю да мне кажется то что это лишнее в салате а для вас как это потому что я не знаю это такое не люблю есть когда одна соль для меня просто как-то вот нарезал положил без соли без майонеза без какого-то подсолнечного масла все сразу ешь спокойно и все потому что я по-другому не умею сейчас очень сильно мало процентов на телефоне где-то 11 процентов в общем сейчас буду делать блинчики да и на самом деле я не добавляю яиц молока то есть ну молоко могу добавить яйца вообще не добавляю потому что я поняла что без яиц намного как-то вкуснее что ли я не знаю поэтому вот оказывается где-то из этих шкафах я не помню а мама говорит типа то что штука ну для просеивания этой муки там чтобы этих комочков не было типа она ее где-то находила я думала ее отмыть и все у меня ничего не нашла нашла вот такой вот стаканчик есть под соль вот под муку как раз мне он очень нужен я такая подумала ну пусть будет я его отмою если там просто стричь черта дофига посуды которые никто не пользуется это кодума чё надо все-таки как-то использовать как-то но время-то идет вот так что такие ребят дела тут у нас масличка потом для блинов филе я еще иногда ложу саму консистенцию чуть-чуть совсем масло чтобы как-то более было так нежнее вот у нас кстати пошел дождик до нас там пошел дождик вот так что ребят сейчас будем делать блины сейчас я буду перемешивать неудобно поэтому я с пока что телефон и положу и уже увидите у меня блинчики опять и нормально найти такая мода на блинчики реально я обожаю блины когда их ну научилась делать то я просто обожаю блины поэтому вот ночью все вот такая консистенция получается очень мягкая нежная пушная пушная вот в общем сейчас добавлю масло сахар соль и все и жарить в общем ребят сегодня у меня блины к сожалению не получается но такое бывает конечно редко вот и мы в общем будем делать уже оладья потому что вам сказал чтобы она не дала вот это дрожжи и все мы будем делать сейчас оладья ну в общем ребят сейчас этот кушаю плов да если вы можете заметить это дыркой эти этой дырки вы уже не видите потому что она там то я все-таки решила не за так сказать не ждать этого и просто быстренько перевернуть эту скатерть так сказать и все ну клеенку да вот в общем водичка и вот да как бы я много не буду есть я не забрать как себе много навалила ну ладно ничего страшного чуточку устала потому что я развешивала вот это вот на что люсь у нас нас сало опять да оладья у меня получились а папа просто приехал я сядь не успела он торопился он быстро их поел вот я я короче взяла пакет пимпочку отстригла короче начала рисовать всякие разные узоры нарисовала сердечки под но всякие мордочки и все остальное вот я чуть-чуть на самом деле я подустала у меня еще пресс болит из-за того что я стала как бы ну качать слегка пресс принципе я его раньше качала совсем чуть-чуть не часто но качаю вот и как бы я такие сильные нагрузки на пресс не даю но это естественно чтобы давать сильные нагрузки на пресс нужно еще и правильное питание а у меня исправлено правильного питания вообще никакого не может быть да потому что вот то что у нас холодильники есть то я ем пока это есть ребят да потому что я не знаю что дальше будет так что так вот ну в общем в общем не осталось еще тесто и короче я из него сделала вот еще как видите да и по еще сделал вчера круче блин так как вчера я устала и не решила делать я просто холодильник убрала сегодня встала утром и вот сделала да вот это мне пока что есть нельзя потому что ну я решил опять легко себя придерживать вот тут у меня делается сейчас покажу свекла да скоро уже буду ее снимать пакет молоко наше причем тогда яички вот сейчас 8 у нас уже 10 52 я ничего не ела я только начинаю еще кушать да еще у нас короче так ну вообще не дают никакого отопления из этого у нас тупо сейчас идет горячее просто я не знаю как это желтоватого оттенка поэтому я не стала ничего добывать даже там не стало ничего домывать так что буду ждать уже более-менее нормальной воды хотя утром я вымылась так что я не знаю какой воде я вообще мылась если честно ну я уже занялась так по зарядкой сегодня утром мы устали в 7 утра мы уже в который день стоит 7 утра да и еще мы короче не могли никак мы в общем уснули и у нас всю ночь тупо нам звонили и звонили и звонили скрытый номер это было очень сильно ужасно потому что у меня даже нервы пошли потому что я не люблю когда знаете я уже сплю уже в нормальном таком сне и тут резко названивают названивают название скрытый номер да вот такие гости у нас по идее кредиты и всякие долги не звонят уже после пяти вечера а это займ и там бот там звонят сколько хотят вообще наплевать просто реально хоть ноль хоть два ночи наплевать пока я телефон не выключила ребят вот до этого момента они все мне и звонили реально на мой телефон хотя ну как бы тут стоит мамина симка и моя симка да и звонили на папин планшет короче это ужас ребят я думала уже просто уже запулить куда-нибудь телефон на самом деле потом такая успокоилась короче выключила его полностью уже только я усну так что сегодня я спала реально ребят ужасно да кстати на самом деле в квартире очень сильно холодно мне пишите внимание на эту майку у меня рядом здесь кофта я просто когда занималась зарядкой мне так было хорошо так было жарко сейчас прям мурашки по телу вот ребят так что наша мама потом решила ответить ну типа как бы на звонок и там баба что ли таким наглым голосом сказала типа оплатите долг и спите спокойно ну типа таким ужас ребят на самом деле проблем ребят дофигища но конечно это вообще не ну наглость реально ребят наглость как бы я сплю все спят и они на звонят они даже мне недавно звонили в чем прикол то скрытый номер ты не можешь его заблокировать потому что он скрытый как будто блокировать нечего если было бы написано написано ну как бы написание номера да ты ты ну как бы можно заблокировать а скрытый номер он скрытый то есть как бы ты ничего с ним не можешь сделать он имеет право тебе звонить 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 и это раздражает реально для этого окна у нас тоже приготовлена кстати вата она очень мягкая идеальная не но не как-то которую надо было разрывать блин пытаться вот тут так только сделано так что голубей пока что мы кормить не можем мы решили ну создать какую-то баночку туда собирать еду и потом уже выносить им туда вот что было представление для пуши а так все закрыли потому что ребята реально очень холодно я только лишь подмела ковер там все подмела стол я кстати-ка не вытирала а тут есть пыль я короче не вытирала стол потому что не пока не до этого я еще пока есть то блин не могу никак сесть так что я вообще сейчас никакой уборки стола вообще не думаю да давайте хотя бы что ли не знаю хоть это что ли я поем я так-то хотела в общем взять картошку пюре она сегодня на молоке на молочке очень классно я хотела короче взять пюре потом разбить два яйца и как раз блуждаться свеклы свеклы да вот так как это все долго я не знаю наверное я просто сейчас возьму пюре потом два яйца и все а это я поем чуть попозже да как бы вот так вот ой все окна запотели у нас да открывать их нельзя чтобы вот это все вот прошло так что вот так вот и мы и живем привезли цветы из дачи ребят но они короче уже все ну блин смотри этот этот вообще все ну это самый первый потому что смотри еще один хотел распуститься прикинь ну уже зима хотим ставь водой вот видите он вот еще один хотел распуститься но он короче не успел я вообще не не понимаю эти цветы как они растут как они вообще вот вот так вот раз распространяются сколько бутонов вообще я сама даже реально понять вообще не могу это он все цветы прямо взял или оставил какие-то не оставлял ну так что да ладно ну этот вроде идеальный но этот вот хороший надо вот так вот сейчас сфоткать да ну-ка пахнут знаешь вот каким-то вот чаем пахнут прикольно вот ребят та самая свекла которую я показывала вам она у нас выросла главное рассада и главное то что нам помогла соседка реально огромное спасибо потому что благодаря ей у нас еще есть свекла так как я сейчас обожаю свеклу она мне очень сильно нужна вот для пищеварения не только в общем огромная да и там уже поузу всякие букашечки ну ладно в общем реально смотрите свекла у нас уже все вот она сейчас вам так покажу вот она свекл у нас такая вот классно а насчет цветов ребят честно но я не ожидала понимаете я я сижу на кухне я не знаю кто куда чего и тут резко мне привозят цветы я такая чего какие еще цветы я потом вспоминаю йогарный бабай ну очень ладно ребят они постоят могу сказать то что вот видите тут хотел еще один бутончик у меня взойти он короче у меня не зашел кто не ползай блин сейчас поползу уже всякие букашки с дачи ведь да привезли тебя с дачи бедный ой ну в общем что я могу еще ребят сказать я на самом деле в шоке я сейчас вообще в огромнейшем шоке потому что я не знаю это ну в общем в общем вот бедный буканик а куда ты улетел ну в общем ладно все ребят блять я сейчас просто всего боюсь в общем посмотрите какой красивый они реально ребят пахнут каким то знаете таким вот нежным нежным чаем как сказать я не знаю но в общем и запах ребят прикольный цветы реально классные но чтобы их покупать еще раз ребят я их не куплю господи я вся я испугалась думаю на мне уже букашки сидят вот но могу сказать то что я их больше не куплю эти цветы эти семена потому что надо сначала реально ребят смотреть в интернете уже от опытных там кто выращивает цветы чтобы понимать как их выращивать все остальное потому что я начала их выращивать с самоизоляцией ребят а их нужно было выращивать как было сказано а я делала не так как было сказано а сделала по-своему и в общем вот ребят что получилось сейчас мы с вами возьмем вазу я не знаю где тут какую вазу брать ну в общем сейчас ребят мы разберемся с этим потому что у меня еще готовка идет мне так неожиданно провезли цветы я еще на самом деле в шоке до сих пор реально потому что честно я даже не вообще не ожидала я думала то что ну все пипец моим цветам ребят на самом деле пипец только вот этому цветку остальные держатся то есть что и холод что не холод неважно ребят просто надо было все делать по так как было в описании сказано а я делала так как я ну делала ну в общем все ребят вот такие цветочки у меня вообще класс сейчас короче я их тут подкорректирую так сказать и вы увидите уже их вазе все 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 люся унюхала удачу сейчас вообще мне это все надо перемыть вот я взяла короче хрустальную вазу ну надо с ней реально поаккуратнее вот такая вот она у нас хрустальненькая вот вот сейчас возьму ножницы и буду вот что-то вот лишнее тут все убирать чтобы это все не осыпливалось на стол ох ребята такое сейчас на красоте нахожусь на самом деле классно блин в общем ай ну вот тут они слегка у нас припушенные такие как бы слегка подкалюченные и тут всякие вот земля не земля всяких хрени на самом деле я в шоке ребят я боюсь это делать то что вы ребят вы видели как бы вот сейчас пока что два цветка это сделала на самом деле да ребят я могу вам сказать по правде я цветовела так чуть-чуть я хотела эти цветы ну как бы я их отращивала для бабушки и хотела повезти к бабушке но из-за того что сейчас в стране вирус я из-за этого туда не суюсь мне тупо не разрешают я бы сама туда не ссунулась поэтому вот блин мне что-то как-то я не знаю просто это же мои цветы которые я выращивала смотрите этот уже плохой цветок уже весь оплавился сейчас вот здесь вот мне нужно какое-что сделать вот это вот лишнее вот убрать это мистик просто чтобы он тут не мешался этот цветок ребят самый идеальный я наверное с ним сегодня перефоткаюсь ой что-то так Люся умоляю тебя не надо пожалуйста нет Люс это хочешь но этот цветок ребят к сожалению я его выкинула с этим бутоном потому что он уже все но у меня есть на фотографии я могу вам просто фотографии прислать ну так сказать вставить видео и вы увидите сами в общем посмотрите какой хавос после этих цветов и в общем вот этот я тоже ребят оставила даже если он не красиво смотрится неважно он еще может постоять он еще довольно так сказать живой вот там идеально естественно этот вообще классно вот такая красота посмотрите что я нашла когда убирала это офигеть 11.27 дня И я только начинаю кушать Так что всем, кто ест, приятного аппетита Пожалуйста, приятного аппетита мне Так что, мням-ням Субтитры создавал DimaTorzok